Привет всем, меня зовут Елена. Сегодня я продолжу тему интересных книг, которые я читала и которые просто изменили мое сознание. Сегодня я расскажу вам об интересной книге, которая продолжит тему прошлого видео, где мы говорили о том, как же достигать успеха, как компания, как индивидуум, фокусируясь на своих основных компетенциях. Сегодня я расскажу вам о книге, которая называется Outliers, написала ее Гладвел Малком. Очень интересный такой человек, даже чисто посмотрев на его картину с его невероятной шевелюрой, чувствуется, что он какой-то уникальный. Вы также можете посмотреть его видео на TED.com, он рассказывает о своей книге, о своем концепте всего лишь за 20 минут, что очень бывает интересно, да, просто прежде, чем читать книгу, вдохновиться вообще его идеей. Также, естественно, послушать его на английском языке. Так вот, Outliers, что это значит? Вообще это математический термин, который говорит о дистрибьюции данных, который обычно вот по такому вот графику идет. Это bell curve, то есть колокольчик. И все большинство людей, оно в середине, где-то в среднем числе. Там, например, средний рост, там, или средний возраст, или что-то такое. Или средний балл на каком-то экзамене. Но есть люди, которые сильно выдаются либо в одну сторону, то есть в минус, да, либо в плюс. Так вот, их называют Outliers, это слово lie лежать и out, то есть вне, они лежат вне вот этой общей массы. Так вот, на русский эта книга переводится как гений и аутсайдеры, но это не совсем правильно, да. Вам нужно понимать, что мы сейчас будем говорить об статистически выдающихся результатах, а это именно преуспевающие люди там в любой области. Книга мне эта нравится так же, как и предыдущая, о которой я говорила. Если вы не видели это видео, посмотрите. Потому что она основана на реальных кейсах. То есть вы можете сами почитать эти кейсы, там очень интересные статистики, которые даже любой исследователь в области статистики заценил бы, потому что мы об этом не знали, а Гладл Малкоп, он их нашел, эти данные, и как бы показал нам. Например, он говорит о хоккеистах, что, например, сезон начинается в сентябре и набирает детей, которые родились в предыдущем году. Так те дети, которые родились в ноябре, в декабре, в январе, которые просто физически более развиты, просто потому что они старше, попадая в эту хоккейную команду, да, в сравнении, например, с детьми, которые родились в августе, они там на 5-6-7 месяцев старше этих детей. У них физически тело более разное, ну там, если мы говорим о детях 5-6 лет, 7 месяцев – это большая разница. Им сразу же с самого начала дают больше внимания, дают больше тренировок, потому что они могут их потянуть. И за счет этого эти дети развивают свои способности больше, чем все остальные участники этой команды. И поэтому они получают преимущество. Вообще он вывел правило 10 тысяч часов осознанной практики. То есть мы не просто делаем одно и то же, повторяя это на протяжении 10 тысяч часов, а это достаточно долгое время, то есть если посмотреть, то может быть 5-10 лет. А мы делаем это осознанно, то есть мы делаем какой-то промежуток, пофигачили, потом попросили у человека, который компетентен в этой области, обратную связь. Это очень важно. Осознали свои какие-то ошибки, потом дальше делаем. Много-много поделали, потом опять повышаемся на уровне. Это очень важно, чтобы ваша тренировка не была монотонной, она повышалась по сложности. Это принцип градиента. То есть все время идем вверх маленькими шажками, и при этом тренируем каждый шаг до такого уровня могущества, где вы понимаете, что вот это мне вообще понятно. Я этот принцип применяю, естественно, в своих методиках обучения английскому языку и очень успешно. Потому что действительно человеку важно закрепить все, что он знает на данном уровне, получить уровень такой, ну я могу, вообще могу, ночью, днем, не важно, когда, всегда могу, у меня обязательно это получается. И только тогда мы переходим на более сложный уровень. На самом деле это несложно добиться, не надо вам 10 тысяч часов для того, чтобы взять какой-нибудь экзамен. Но чтобы стать суперкомпетентным в какой-то области, играть на вилончели, быть лучшим футболистом в мире и так далее, вот он говорит, что 10 тысяч часов хватит. И он это прошелся по всем индустриям, от музыки, искусства, спорта, даже бизнеса, и это показал. Что мне еще запомнилось в этой книге было очень интересно, что вообще нужно с себя немножко снять стресс от того, что, ну не то, что я все вообще могу, это вот American Dream немножко иногда сносит голову, что начинаем ставить себе нереалистичные цели, не учитываем свои ресурсы, там связи, знания и так далее, и проваливаем эту цель, потом ее еще раз достигнуть, становится еще сложнее. Я часто вижу таких людей, которые уже просто меньше верят в себя, но это не очень хорошо. Он показывает примеры, например, евреев, которые юристами являются и держат весь Нью-Йорк, они там очень богаты, грубо говоря. Было время, когда была определенная область права, которая практически не существовала, никто не хотел ей заниматься, начали отойти и время ей заниматься, потом захватили эту область, потом эта область стала одной из доминирующих, как это бизнес-ло, контракчуло, то есть это область юрист-предитенции, которая занимается контрактами, то есть договаривается между двумя компаниями, и это стало очень прибыльно. Естественно, когда стали расти эти большие компании, более сложные, сложные контракты стали появляться. То есть они вошли в эту область, и если бы там кто-то появился на 5 лет раньше, никому эта область была еще не нужна. Но 5 лет позже ее уже захватили евреи. И за счет этого они вот вышли как люди, которые держат все финансовые секторы в Нью-Йорке и во всем мире. Например, еще он говорил о том, как, например, текстильная или IT-индустрия развивалась. В каждой техиндустрии так получилось, что вот люди, которые мы теперь знаем, Стив Джоб, Билл Гейтс, они в своем детстве получили эти 10 тысяч часов, они получали доступ к суперкомпьютерам, в институтах, в которых они учились. Так получилось, по какой-то причине они смогли взломать лабораторию, там заниматься не сколько им было позволено по часу-два в день, а сутками. Ну, то есть это вы все прочитаете в книге. Но суть в том, что вот это стечение обстоятельств быть в нужном месте в нужное время зачастую играет ключевую роль. Поэтому снимите с себя стресс, со своих детей стресс, что прям надо сейчас мега быть успешным. И поймите, что для этого действительно нужны вот эти ресурсы. Это 10 тысяч часов, это доступ к этим менторам, доступ к этой уникальной информации или каким-то машинам, или ресурсам, или навыкам и так далее. Вот это меня очень сильно успокоило. Я поняла, что ну как бы да, в моей жизни есть определенные обстоятельства, я могу ими пользоваться, могу развиваться в какой-то области. Хочу, не хочу. Дальше у меня еще есть, естественно, свобода выбора. Также и вы можете адекватно оценить, какие у вас есть ресурсы, какие области, в которых вы можете тренироваться, потом посмотреть свои способности, свои желания. То, от чего вы получаете удовольствие, и выбрать. И тогда уже вложить эти 10 тысяч часов осознанно, получить какой-то навык и быть потом счастливым, что вы в этой области, ну, один из самых крутых специалистов в мире. Вот эта книга меня сильно вдохновила именно развиваться в той области, которая мне казалась, ну, подумаешь, английский, что такого-то? Ну, я знаю, ну и что? Я поняла, что в этой области я могу развиваться еще так далеко, много в нее инвестировав и потратив большое количество часов, я просто выйду на другой уровень, чем, собственно, сейчас и занимаюсь. Вот, и опять же, то, о чем я говорила раньше, классно быть всесторонне, равенствным человеком, но в какой-то момент нужно инвестировать в какую-то одну компетенцию, которая у вас есть, и уйти в глубину. Вот как раз об этом была эта книга. Я надеюсь, вам понравится, прочитайте ее на английском, она читается очень легко в сравнении, например, с предыдущей книгой, там не так много статистик, хотя, конечно, он описывает эти примеры, но можете их перелистывать, читать там через три страницы, когда он начинает описывать пример и читать просто его выводы. Но опять же, для меня эти примеры были очень интересными. Последнее, что скажу из этой книги, что дети предпринимателей, в принципе, вырастают более адекватными детьми, потому что предприниматели показывают своим детям, откуда все берется. То есть они показывают, что нужно приложить усилия, чтобы чего-то появилось. Зачастую потому, что дети предпринимателей видят, как их родители дома работают, у них есть какой-то мини-цех, или дети начинают рано помогать в производстве, развозить товары, отвечать на телефон или еще что-то. И они видят, что нужно не просто куда-то уйти на работу, вернуться, а потом появляется дом, еда, игрушки и все остальное. Они видят, что нужно развиваться, нужно постоянно быть лучше, чем конкуренты, нужно прикладывать свои усилия. Поэтому если у вас есть возможность показать своему ребенку взаимосвязь между работой, внедрением каких-то своих знаний, инвестированием своего времени, ресурсов в то, что что-то хорошее появляется, обязательно это делайте. Он в этой книге описывал очень многих успешных предпринимателей, которые были детьми, начинающих предпринимателей, которые в Америку приехали на Мэйфлауэр, это первые переселенцы в Америку, им приходилось просто осваивать какие-то новые индустрии, и их дети росли, видя, что делают их родители, что они там что-то дома шьют, что-то продают, как-то там просто на рынке. И вот эта вот, казалось бы, такая невысокая интеллектуальная деятельность воспитывала в этих детях такой хороший, добротный подход к жизни, что нужно что-то инвестировать, нужно что-то уметь для того, чтобы что-то получить. А вот сейчас я работаю очень много с молодым поколением, они привыкли тыкать пальцем в телефон и получать тут же какую-то пользу или там какое-то удовольствие. Они не привыкли там на три месяца распланировать свой план обучения. Поэтому, чтобы этого не случилось с вами или с вашими детьми, обязательно читайте эту книгу, меняйте свое сознание и становитесь лучше. Желаем вам успехов и до встречи. See ya! Bye!